Добрый вечер, дорогие друзья! Я вам благодарен за то, что вы в этот жаркий день выбрали именно такой способ экзотический провести вечернее время. Надеюсь, что вы не будете об этом совсем уж горько сожалеть. Исторический момент. Сегодня очередная наша встреча. Я напомню, что исторический момент – это такой достаточно занятный проект, цель которого – предоставить площадку для корректных, но в то же время содержательных и эмоциональных обсуждений ключевых тем нашей истории, для того, чтобы нам с вами помочь сориентироваться в отношении того, в какой точке исторического пространства мы с вами находимся в данный момент. И очередная… Да, я забыл вам сказать, что этот проект для вас предоставляет совместно фонд Егора Тимуровича Гайдара, Вольно-историческое общество и Шаленка. Это существенно. Сегодня у нас тема – первая волна русской эмиграции, после революционной. Все с ней связанное – судьбы, взгляды, идеи, эмоции. И у нас два спикера, как обычно, специалиста по теме, два историка. Это кандидат исторических наук, возглавляющий отдел истории зарубежья, центра русского зарубежья имени Александра Исаевича Ложеницына, Марина Юрьевна Сорокина. И доктор истории, главный научный сотрудник Института Российской истории, и профессор РГГУ и Высшей школы экономики, и Кирилл Андреевич Соловьев. Вы вспомните о том, как выглядит формат нашей с вами встречи по ходу ее. Я вам буду время от времени говорить, что сейчас будет происходить. Пока что у наших спикеров есть возможность у каждого по пять минут, я, с вашего позволения, буду достаточно настойчиво следить за хронометражем, по пять минут, чтобы рассказать основные свои тезисы по теме. Прошу вас. Кто начинает? Ladies first, прошу. Ну да, как всегда, так и получается. Добрый вечер. Зато будете заканчивать тогда. Слышусь. Большое спасибо, Николай Карлович, за представление. Спасибо, Кирилл Андреевич, что вы согласились поапонировать мне сегодня. Особенно мне приятно приветствовать. Вы знаете, мне так и... Если вам удобно. Мне удобнее двигаться. Хорошо, давайте. Можно? Спасибо. Двигайтесь. Большое... Значит, я хотела бы приветствовать всю нашу аудиторию. Очень приятно, что действительно в такой жаркий день вы пришли, но он жаркий не только потому, что погода, а потому, что вот мы буквально несколько минут тому назад, когда обсуждали немножко нашу дискуссию, оказалось, что коллеги не знают, что 28 мая, я думаю, эта информация будет также полезна и вам, 28 мая всего-навсего неделю назад, здесь, в Москве, открылся первый в России музей русского зарубежья. Значит, смотрите, 100 лет понадобилось для того, чтобы хоть как-то отрефлексировать и, простите за современный сленг, музеифицировать такую серьезную проблему, как, теперь говорят, как миграции. Значит, мне бы хотелось сразу, ну, начать немножечко провоцировать и дорогих, и уважаемых коллег, и весь зал, и сказать, что, конечно, само по себе выражение, первая волна, оно уже требует большой коррекции. Да, конечно, мы сегодня, видимо, будем говорить о той волне иммиграции из Советской России, которая возникла после Октябрьской революции и Гражданской войны. И музей-то открылся тоже не случайно, да, в эти дни, начиная с 18-го года, вот сейчас 19-й, 20-й, везде идет целая серия конференций, семинаров, различных обсуждений, столетия зарубежной России, или России-2, или еще говорят русского зарубежья, или еще говорят русской эмиграции, кто-то говорит русской эмиграции, кто-то говорит российского зарубежья, кто-то говорит русского зарубежья. В общем, такая вот как бы мешанина, начиная от просто дат 18, 19, 20 и кончая, если говорить серьезно, той самой терминологии, объем которой в своем самом серьезном понятийном состоянии до сих пор остается малоизвестным. Значит, тезис первый. Мы до сих пор существуем, я имею в виду, конечно, прежде всего историографию, но общественное сознание тем более, мы до сих пор существуем в рамках того эмигрантского мифа, который был создан этой волной. Эмиграция из России, из Российской империи, конечно, была очень значительной до 1917 года. Все оценки приблизительные. У вас одна минута остается. Отлично. Я как раз успею уложиться. Все оценки приблизительные, но примерно 4,5 миллиона наших сограждан покинули Российскую империю с конца 19-го и к 2014-му году. 4,5 миллиона. Постреволюционная эмиграция. Самая скромная оценка – это миллион рублей. Ой, миллион рублей. Виноват. Оговорка по Фрейду. Значит, это примерно миллион человек, хотя наиболее распространенное утверждение, что это 2-3 миллиона человек. Я специально эти цифры называю, чтобы немножечко они как бы у вас в сознании отсели. С моей точки зрения, и эта точка зрения совпадает как раз с точки зрения количественных оценок с теми данными, которые дают международные организации, Лига наций и так далее, это все-таки миллион человек. На иммиграции понимали, что это очень немного по отношению к населению России. Это примерно 2% населения России к 2020 году. Ну что ж, я передаю дальше эстафету Кириллу Андреевичу. Спасибо, Кирилл Андреевич. Дорогие коллеги, спасибо большое, что пришли. Я попытаюсь заострить вот эти тетизы, которые изначально шел. Ну, во-первых, я вообще специалист по политической истории России начала 20-го века. Но за 17-й год я, если речь идет о российских реалиях, залезать никогда не люблю. Вот у меня такой определенный рубеж, когда вот моя история заканчивается. Вот 17-й год, в этом смысле рубеж. Но, тем не менее, вот в русскую иммиграцию я заглядываю с большим удовольствием. Это вот как бы вот еще мое. Почему? Ну, в огромной степени потому, что герои, которые делали историю, вот мою политическую историю до 17-го года, они будут в значительной мере делать историю русской иммиграции. Те же самые люди. Да, у них будет меняться траектория и взглядов, да, они будут сильно изменены в силу обстоятельств. Но, тем не менее, вот эта линия, она в огромной степени будет продолжена. В чем-то, наверное, оппонирует тому, что говорил Марина Юлина. Иммиграция, конечно, была не такая, как многие думали, по масштабам. И, в общем, речь идет и о мигрантах, о советских владениях. Они тоже преувеличивали численность иммиграции. Сильно преувеличивала, судя по всему, численность иммиграции международных красных рез, на основе которого чаще всего дается численность иммиграции от максимальных параметров. Но ведь важны не только количественные, но и качественные параметры. Соотнесение тех, кто уехал, и тех, кто остался. Имею в виду очень простой факт. Россия 19-го, начало 20-го века – это век формирования того, что правильно назвать обществом. Очень такой тонкий слой, но вместе с тем очень активных людей, формирующих сложную сеть различных институций, объединений, форм коммуникаций, которые на самом деле создают политическую, общественную, культурную среду России 19-го, начало 20-го века, в огромной степени будет отличать 19-го века от всего того, что было, от того, что будет. Вот иммиграция в огромной степени удалила именно поэтому, очень тонкому слою. Но не случайно поэтому из России уехали не только люди, но уехали определенные практики. Вот те формы коммуникации, те союзы, те партии, те журналы-газеты, которые продолжат свое существование уже за пределами России, в огромной степени это результат той иммиграции, вот формы общественной жизни, которые были характерны в империи и которых не стало уже в Советской России. Причем эту иммиграцию необходимо понимать в следующем контексте. Не только том, что уехало, а том, что сначала существовало с очень большими ограничениями, а потом вообще существовать уже не смогло в Советской России. То есть в одном пространстве определенные практики вытесняются, а в другой они сохраняются на какое-то время. Может быть, это временное существование, снеизбежно затухающее, но тем не менее это вот такой обломок империи, о котором можно говорить, с одной стороны, как о самостоятельном явлении, несомненно. С другой стороны, можно говорить о как части европейского контекста, что тоже интересно, а можно говорить действительно как воспоминание о прошлом, которое в огромной степени остается для нас неизведанным до сих пор. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Перезадавайте друг другу вопросы. У вас 20 минут для того, чтобы задать друг другу вопросы и дать на них ответы. Прошу. Начинайте в любом порядке. Ну, скажем, вы начинаете, Марина Юрьевна. Хорошо. Я все-таки вернусь к тому простому тезису о том, что посчитать – это всегда очень нужно и полезно. Вот Кирилл Андреевич, так же, как и организаторы нашего вечера, он заговорил о том, что была Россия-2 или зарубежная Россия. Я хотела бы вас спросить, а как вы себе представляете с точки зрения, ну, хотя бы институтов? Почему мы можем тех, кто проиграл, абсолютно проиграл социальную битву, которые проиграли, те, кто проиграли военные сражения, ну, вообще говоря, я так попросту скажу, ну, стали такими аутсайдерами, маргиналами, почему мы можем говорить о том, что они создали зарубежную Россию, Россию-2? Ну, мне кажется, не совсем… Спасибо большое за вопрос. Мне кажется, не совсем точно, что создали, а воссоздали. То есть они воссоздали те практики, которые для них были привычны. Они не то чтобы придумали что-то новое, они следовали тем алгоритмам жизни, которые были для них активны. Но мне не нравится вообще формулировка «проиграли». Вот это, конечно, в высшей степени провокация, на вас. Мне представляется, что в 17-м году так или иначе проиграли все, если речь идет об обществе как таковом. Потому что 17-й год оказался непомерным напряжением для всех участников политического процесса. И даже те, кто условно победили, им для того, чтобы победить, надо было так измениться, что на самом деле отказаться от многих своих изначальных принципов. Прошу прощения, просто уточняю. Вы под 17-м годом имеете в виду, наверное, все-таки не 17-й год, а завершение гражданской войны. Нет, я имею в виду, конечно, крах временного правительства, я имею в виду, конечно, приход большевиков к власти. Я имею в виду именно 17-й год. Потому что понятное дело, что дальше эмиграция в какой-то смысле отложена, и вот результат всего этого события. Но тем не менее, это результат именно этих событий. И все-таки мне представляется, что гражданская война начнется именно в 17-м году. И в этом смысле обычная хронология, она в высшей степени условна. Когда мы начнем с мая 18-го, мне кажется, что это уже давно отжило, и для историографии не слишком работает. Но все-таки тогда, в 17-м году, вместе с падением режима, в данном случае, на самом деле, речь идет, конечно, о царском режиме, все политические партии, все без исключения, оказались не жизнеспособными, так или иначе. Потому что они в разной степени были вмонтированы в этот режим. Для кого-то этот удар оказался непосильным, для кого-то этот удар оказался сводовызовом для того, чтобы меняться. Для большинства он оказался непосильным. В этом смысле мне не кажется, что кто-то специально проиграл. Проиграл вот вся система. А все остальные, как естественно, под огромным прессингом обстоятельств, на самом деле, тоже были вынуждены искать себе нишу или спасение в зависимости от обстоятельств. Обстоятельства у всех были разные. Тут вопрос другой. Вы меня спросили, а что надо посчитать? Что надо посчитать? Давайте уточним. Вопрос-то был не про то, чтобы посчитать, поскольку это все давно просчитано. А какие основания считать тех людей, которые покинули Россию или стали беженцами, которые были изгнаны? Мы знаем, что это движение называлось «Исход», «Рассеяние». Какие основания их называть «Россией-2»? Ну, беженцы. Ну, я настаиваю, проиграли, бежали. В конце концов, типологически это было, в общем, достаточно заурядное явление. В любой стране, да, мы можем назвать многие страны, в которых была гражданская война, там всегда как бы вот существуют победители, проигравшие, жертвы. Почему мы называем это вот… Почему? Почему я не готов согласиться? Это вот если мы представляем себе вот такую политическую революцию, вроде того, что там было в Китае в 11-м году, мексиканскую революцию, ладо-турецкую революцию, то этот сценарий вполне работает. Победили одни, старая элита либо отошла спокойно, хотя вряд ли такое, это редко такое бывает от власти, либо она скрывается, либо она репрессирована. Лучше скрыться, чем быть репрессированной. Вот такая традиционная модель. Проблема в том, что события русской революции, они все-таки выбиваются из этого ряда. Мне представляется, что речь идет о тектоническом сломе всего правового политического социального уклада. А, следовательно, жертвами этих событий стали отнюдь и не столько политические элиты. И не случайно поэтому у нас уже представление о том, что русская эмиграция – это сплошняком от дня профессора и академики. Это не так. Потому что большую часть составляет как раз отнюдь не культурные элиты. Они вынуждены были точно так же бежать от обстоятельств, как и в том числе представители культурной элиты, которая, конечно, была тоже немало в численном составе русской эмиграции. То есть на самом деле речь идет о том, что те, кто хватались за свой привычный уклад, и это, в общем, естественное их поведение, и этот уклад не связан с властью, с принадлежностью к каким-то каналам, рычагам влияния на распределение собственности. Это было просто связано с их привычной жизнью. Они были вытеснены из состава Советской России, что вполне очевидно, имея в виду в том числе и законодательство Советской России, и вообще представление новой власти о том, как должна быть организована политика на новом этапе, вполне декларированный курс на гражданскую войну, на диктатуру политики. Все хорошо знают, не думаю, что есть смысл все это специально проговаривать. То есть, иными словами, речь идет не о смене политических, то есть не только о смене политических элитов. Речь идет о смене культурных элит, если хотите. Я очень не люблю это слово, но скажу, культурный и социальный парадигма. И вот это меняет на самом деле образ жизни, и, в общем, так или иначе, заставляет тех, кто за старый образ жизни держится, попытаться его воспроизвести в новых, конечно, куда менее благоприятных условиях. Марина Юрьевна, вы известны как специалист в области истории науки. Вас скажите, пожалуйста, вот как Вы оцениваете масштаб утрат российской науки в результате как раз миграции? Спасибо большое за вопрос. Это прямо как игра в поддавки. Да, совершенно верно. Знаете, уважаемые коллеги, да, это мой любимый вопрос, собственно говоря. Я начинала, простите, я скажу два слова, что я когда-то начинала как, в общем, историк нормальной науки, потом стала заниматься историей репрессированной науки, ну, понятно, да, модные тренды 90-х и прочее. И в конечном итоге вот докатилась и до науки в эмиграции, науки в изгнании. И для меня самой, конечно, это был чрезвычайно любопытный вопрос. Вообще была ли наука в изгнании, да? Каковы масштабы тех потерь, которые понесла Россия после Октябрьской революции и Гражданской войны именно в области научной деятельности? Тем более, что вот сегодня, когда пошел новый вал литературы, касающийся как раз истории науки этого периода, очень часто приходится читать о том, что те изменения, которые произошли и в структуре научной деятельности, и в структурах научно-организационных, они имели очень негативные последствия для развития советской науки. Мой ответ короткий и простой. Видите, я все время возвращаюсь вот к той точке, с которого начала. Давайте посчитаем, давайте посмотрим, что мы потеряли, что мы приобрели. Вот с моей точки зрения, если под наукой понимать big science, естественные науки, то Россия почти ничего не потеряла. Просто вообще ничего. Ну, не считая того, что если мы будем относить категории научных работников, скажем, студентов последних курсов, то да, здесь есть свои проблемы. Но в целом ничего. Если мы возьмем физико-математические науки, сразу после Гражданской войны, с волной беженства, которая была связана именно с военными действиями, с присутствием научных работников на территориях различных белых правительств, а это в основном, понимаете, Киев, Одесса, Харьков, вот эта южная часть, то не потеряли почти ничего. В гуманитарных, социальных науках немножко другая ситуация, но они и другого как бы размера, и другого качества. Ну, я специально немножко вас так провоцирую. В общем, в целом ответ такой. Практически ничего. Наоборот, с моей точки зрения, тот отток очень небольшой научных кадров, но который все-таки был после Гражданской войны, он, во-первых, имел очень серьезное, стимулирующее значение для остающегося в Советской России научного сообщества, с одной стороны, а с другой стороны, стресс и миграция имел колоссальное позитивное значение для тех научных специалистов, которые покинули Советскую Россию, потому что они получили возможность сделать новые профессиональные карьеры, и практически все очень удачно этим воспользовались. Оставаясь в русскоязычном пространстве, они никогда бы не сделали таких мировых карьер, которые у них сложились, или которые они сложили в результате того, что они попали совершенно в другое языковое и персональное, и институциональное научное пространство. Вы хотите прокомментировать? Конечно, у нас же все-таки мы должны создавать спор, дискуссию. Это все справедливо, я пока его не нахожу. Поэтому я хотел бы некоторых комментариев. Конечно, соглашаюсь с тем, что говорит Марина Юлина, но отмечаю следующее. Если мы посмотрим с вами на состав всех российских университетов, студенчества, профессуры, то убедимся, что самый популярный факультет во всех университетах в России до 2017 года это, несомненно, юридический факультет. Не на некоторых университетах, до 2-3 всех студентов, то есть там где-то около 60%, учатся на юристов. Мы, опять же, повторяю сейчас речь именно об университетской науке. То есть, иными словами, главная наука Российской империи, и это, в общем, не случайно, это юриспруденция. Почему? Ну, потому что, собственно, для этого создавались университеты, чтобы готовить юристов, а после, говорю, чтобы готовить чиновников. Но мы сейчас не будем в эту историю входить. Важно другое. Важно то, что действительно к началу 20-го века в России создается очень сильная юридическая школа, которая, конечно, не превосходит ни в коем случае немецкую, но, в общем, сильно к ней подтягиваются. Скажем, имена Кистяковского, Шершеневича, в особенности Петражицкого, Ковалевского, они на слуху у большинства представителей культурной, интеллектуальной, научной элиты Европы того времени. Вот 17-е годы, революция, новая власть, она и сведет до почти корня. Это такое явление, как юридическая наука. По большому счету потом это будет надо создавать с изного на новых основаниях. И не случайно многие современные правоведы очень любят фамилию Вашинского. Совершенно неудивительно на самом деле. Но, по большому счету, вот эта традиция, она была утрачена. Представители юридической школы, они себя найдут в огромной степени в эмиграции. Причем, обращаясь на вот что, ведь юридическая наука на тот момент, это не то, что юридическая наука сейчас. Это на самом деле такой компендиум всего социального знания. Это одновременно и социология, и политология, и отчасти экономика, и многое, и многое такое. И такой целостный взгляд на то, что представляет собой общество. Не случайно наиболее яркие представители общественной мысли России начала 20 века либо по профессии были юристами, либо просто имели образование юридическое, потом запросили дело, но так или иначе они были связаны с юридическим знанием. Вот, повторяю, эмиграция несомненно нанесет болезненнейший удар по этой отрасли знаний. Но не только. На самом деле, если мы берем с вами многие гуманитарные эксперты, тоже тут очевиден очень серьезный удар. Еще по одному вопросу. Если можно, с кратким ответом. Чуть-чуть статистики. Знаете, мы как раз в Доме русского зарубежья сделали такую работу. Мы просто вот взяли и посчитали, сколько покинуло, по каким университетам, что происходило. Значит, единственное, да, вот просто справка, я не буду называть цифры, но поверьте мне на слово, потому что эти материалы у нас давно изданы. Значит, самые большие потери научных работников были в двух дисциплинарных сообществах. И это, естественно, инженерном и медицинском. Что касается юриспруденции, то там больше всего пострадало, можно сказать, тотально пострадало микросообщество специалистов международного права. Вот они на уровне профессоров, а их там всего было 8 что-то человек, они полностью покинули Россию. Но, между прочим, большое количество юристов, учеников этих школ, они оставались. Другое дело, как работал социальный механизм. Но вообще говоря, никто не стремился из ученых после гражданской войны покинуть Россию. Вернее, в течение гражданской войны не было стремления покинуть Россию. Наоборот, они тормозили максимально и ждали до последнего, чтобы не уезжать из страны. Вот такой серьезный отток, он начался существенно позже, после 1926-1927, когда уже немножечко разобрались, что происходит. Вот тогда сознательно стали покидать советскую Россию. А вот в беженском потоке такого стремления не было. По одному вопросу еще, коротких вопросов, коротких ответов. Кирилл Андреевич, ну все-таки, я вот люблю ставить точки над это. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, все-таки, вот я смотрю на историю русского зарубежья, к сожалению, все-таки изнутри, да, вот этой самой, так сказать, дисциплины. Вы смотрите с внешней стороны, поэтому вы более свободны в своих взглядах. Это совершенно очевидно. Как вы считаете, вот история русской эмиграции, она стала, вообще говоря, частью, я сейчас такие страшные слова произнесу, общенационального российского исторического дискурса. Или она продолжает где-то там вот прозябать в Доме русского зарубежья, или еще в таких вот маргинальных организациях. Как вы считаете, как академические истории? Мне кажется, что она пока еще не нашла себе должного места. Потому что, конечно, я уже немножко сказала в этом, в самом начале, можно смотреть на русскую эмиграцию с разных сторон. И можно на нее смотреть как часть вот таких общеевропейских тенденций. Это очень интересно и важно. русская эмиграция, то есть русская диаспора во Франции, русская диаспора в Германии как часть французской, германской и многих других историй. Ну, этот взгляд, он слабо такой пробивает себе дорогу на российской почве, что вполне понятно. Можно смотреть на русскую эмиграцию, вот как я вот предложил сначала, как вот такой эпилог к российской истории, к истории Российской империи. Но мне кажется, что нужно найти место русской эмиграции как каком, я бы сказал, самодостаточном явлении. Имеющий свою социальную историю, имеющий свою институциональную историю, имеющий даже свою политическую историю в какой-то степени. Но, понятное дело, что для мейнстрима историографического все равно всегда будет интереснее, что разворачивается в метрополии, а вот не на окраинах ее, тем более таких вот в колониальных поселениях. Так что, мне кажется, что историкам русского зарубежья как бы не относиться к этому названию, «Россия-2» еще как-нибудь можно придумывать, нужно себе получить место под солнце в полном смысле этого слова, действительно отвоевывая себе пространство как часть общероссийского истории и такого историографического дискурса широкого профиля. То есть отнюдь не ограничиваясь на самом деле какими-то локальными сюжетами, интересными для очень ограниченного колгоспециалиста. А вот можно я быстренько спрошу, а у вас в институте, например, российской истории, ведь нет даже ни сектора никакого? По этой проблематике. Я воздерживаюсь сейчас от обсуждения по этому поводу. Ваш вопрос. Кирилл Владимирович. У меня такой вопрос. Вот вы абсолютно верно отметили, что первая волна, она отнюдь не первая волна. На самом деле многие социологи, они даже удивляются, когда некоторые историки говорят о первой волне эмиграции, потому что у них-то в голове, что первая эмиграция – это 90-е годы, 80-е, 90-е годы, 19-й век, а отнюдь не 17-е, 18-е, 19-е годы. Но вопрос мой в следующем. А когда, как вам кажется, вот та энергетика, которая характерна была для условной первой волны эмиграции, она истякла? То есть когда можно говорить о том, что история первой эмиграции пошла по нисходящей? Ну, вы знаете, здесь ответ будет тоже не такой простой, потому что я противница того, чтобы вообще употреблять вот такие генерализированные понятия, как вот русская эмиграция или русское зарубежье, потому что история этих сообществ в разных странах была очень разной. Она была очень разной для разных дисциплинарных сообществ, если мы будем касаться, ну, например, науки, да? И мы увидим совершенно четко... Ну, в историографии все хорошо знают, да? Марк Раев в свое время, так сказать, четко совершенно сказал, что история постреволюционной русской эмиграции закончилась к началу Второй мировой войны. Ренегера любят говорить о том, что вот до 90-х годов миссия русской эмиграции, которую провозгласил Бунин еще в 24-м году в своей знаменитой парижской речи, эта миссия вот как бы, так сказать, дожила до 90-х годов. Если вы поговорите с историками, которые занимаются, например, Югославией, они вам совершенно четко скажут, что русская диаспора прекратила свое существование в этой стране с концом Второй мировой войны по понятным причинам, да? То есть мы в данном случае, так сказать, фиксируем не только различные взгляды, но внутри самого исторического сообщества, но мы одновременно еще и фиксируем то, что это был очень такой разнонаправленный и разбалансированный процесс. Ну, мне кажется, что Кирилл Андреевич затронул очень важную у нас тему, связанную с тем, что, знаете, хочется сказать, все не так, ребята. Не изучаем мы пока историю русской эмиграции, да, слэш все остальное. Мы пока, я повторяю еще раз, мы живем внутри того совершенно потрясающего эмигрантского мифа, который был создан этой самой волной. Мы еще не смогли выйти за его пределы, или только иногда выходим, анализируя, собственно говоря, а что было на самом деле. Ну, вот простой пример. Югославия, да, конечно, страна, в которой была, пожалуй, самая мощная на протяжении всего межвоенного периода русская эмиграция. Когда мне говорят, что в 1945 году она закончилась, я как-то так немножко вздрагиваю, потому что, вот, например, в Югославии на протяжении межвоенного периода, это единственный и уникальный пример, 12 человек, русских ученых, были избраны действительными членами и членами-корреспондентами Сербской академии наук. Свой жизненный путь они все закончили, ну, скажем, там, 70-е, 80-е годы по вполне естественным причинам. Если русская диаспора закончила свое существование с концом Второй мировой войны, а все эти замечательные ученые в статусе профессоров, академиков и членкоров продолжали прекрасно преподавать и в Белградском университете, и в Загребском, и во многих других менее известных. А, собственно говоря, почему мы тогда говорим, что русская диаспора закончила в этой стране свое существование? И таких вопросов чисто фактических очень много. у нас нет института памяти, который бы аналитично, спокойно и корректно разобрал вот то, что мы называем феноменом постреволюционной русской эмиграции. Там, в отличие от многих других исторических сюжетов, все очень легко считается, и все очень, ну, в общем, очень легко считается. И эти самые цифры опрокинуты на жизненные истории, на мемуары, а самое главное – на архивные документы, потому что эго-документы – это хорошо, но, как мы знаем, это все-таки, как говорят наши зарубежные коллеги, это secondary source, это вторичный источник, а вот первичные источники, они дают совершенно другую картину жизни русских диаспор в различных странах, чем это представляет нам на сегодня эмигрантский миф. Спасибо. Теперь я вас буду мучить. Значит, я бы хотел обратить ваше внимание, уважаемые спикеры, на, если я не прав, вы меня поправите, на катастрофичность всей этой истории, о чем я пока что от вас не услышал, потому что так все, в общем, звучало достаточно привлекательно. И наука, и, да, имела место. Но то, что Россия потеряла, она потеряла не просто там кого-то в науке, кого-то в литературе, кого-то, колоссальный пласт потрясающих писателей, потрясающих литераторов, потрясающих ученых, но она потеряла не просто отдельные имена, она потеряла целый культурный слой. Это очень интересно. Культурную традицию, о чем говорил, кстати, Кирилл Андреевич. Страна изменилась, она изменилась в культурном плане, просто она стала другой. Значительная часть той культуры многовековой, которая копилась российской элитой, может, кому-то не нравится это слово, была утеряна вместе с этой элитой. Элита уехала и на подошвах своих ботинок увезла этот культурный слой. Увезла. Я не уверен, что он когда-либо вернется. Частично он, наверное, каким-то образом восстановился, частично нет. И это катастрофа. Давайте называть вещи своими именами. Когда невестка Александра Васильевича Кривошейна, правой руки Столыпина, человека, который занимался земельной реформой в России, министром земледелия, княжна Мещерская, приехала в Москву из Петрограда в начале 1918 года, больше всего ее поразило то, что вся Красная площадь была усыпана по щиколотку этими плевками от семечек. Это было невозможно раньше. Другие люди пришли к власти. На Красной площади по щиколотку была шелуха от семечек. Это ее поразило больше всего. Больше, чем расстрелы, больше, чем голод. Больше, чем обращение на «ты». Больше, чем мат вокруг. Это была проблема. Но это одна часть проблемы, то, что мы потеряли. Другая часть проблемы, а получили ли европейские страны? И это мой вопрос вам, Марина Юрьевна. Вот те люди, которые уехали из России, замечательные, культурные, воспитанные, это офицеры русские, это и гражданские люди, это жены этих офицеров, которые получили блестящее образование, которые за рубежом нашли себя многие, в отличие от мужиков, кстати, которые там умели прекрасно воевать, но не владели часто ничем в мирной жизни, а жены владели. И они тащили на себе семьи. Но все эти люди вместе, они стали частью европейской культуры. На какой-то момент, да, там были модельные дома, знаменитые там Ирфе, да, Юсуповых, Ирины, Ирины, Ирины и Феликса, и не только. Великая княжна Мария Павловна там основывала, многие основывали там свои какие-то модельные дома, красивые, красивые женщины со вкусом, блестяще воспитанные, с совершенно экзотической для Европы, такой томительной красотой, которая и манекенщицами были прекрасны, и хозяйками модельных домов, и шили, и вышивали, и все прекрасно. Но надолго ли этого хватило? Нет, ненадолго. Потому что вскоре выяснилось, что у них, да, есть вкус, но нет бизнес-хватки. И потом наступила Великая Депрессия, которая никогда не склонна поддерживать индустрию моды. Стала ли русская культура частью немецкой, частью французской, частью югославской, если угодно? Нет. А это значит, что она вообще ушла в песок. Из России ушла и никуда не пришла. Почему так случилось, Марина Юрьевна? Вам вопрос. Она ответит за все и за всех. Понимаете, Николай Николаевич, я бы даже еще немножко увеличила масштаб. Чисто географический. Увеличивайте. Возьмите карбин. Возьмите карбин. Не только европейской культуры, да, но и американской, латиноамериканской, восточной в самом, так сказать, широком изводе. Вот вы совершенно справедливо сказали о том, что женщины более стрессоустойчивы. И, кстати, об этом очень мало у нас пишут, если не сказать больше. Вообще не пишут. Более приспособлены, я бы сказал. Нет, более стрессоустойчивы. Мне кажется, это лучшее выражение. Ну, я не буду спорить по этому поводу. Я соглашусь, да. Ну, вот смотрите. Значит, я, конечно, немножко провоцирую, но мне, честно говоря, даже и по-человечески, и научно не очень понятно, когда говорят, что русская культура не стала, скажем, частью немецкой или чешской, или какой-либо еще. Вот я вам расскажу короткую историю, ровно 30 секунд. 1929 год. Бразилия. Примерно 4 тысячи бывших офицеров Российской императорской армии, которые покинули, а, в общем говоря, были изгнаны, мы так говорим, уехали, покинули, их вымели, они были изгнаны из этой страны, они проиграли ту битву, которую они начинали. Но так или иначе, эти 4 тысячи офицеров оказались в Бразилии. Когда смотришь их письма, читаешь их письма, которые они адресовали своим сослуживцам в Европу. В этих письмах написано «Бразилия – ужасная страна для русских, жуткий климат, нас используют только на грубой физической работе, мы гибнем во всех этих шахтах, копях и так далее». Друзья, пишут они, если у вас есть хоть малейшая возможность остаться в Европе, зацепиться, ни в коем случае не приезжайте сюда, не поддавайтесь на послу всех этих бесконечных международных благотворительных организаций, русских благотворительных организаций, которые вам обещают сразу в Бразилии 10 гектаров земли, фазенду и прекрасное латиноамериканское солнце. Ну, в общем, это крик отчаяния, и многие там полегли, если не большинство. Но в этом же 1929 году другая русская эмигрантка, женщина, муж которой был выслан в 1922 году на одном из философских пароходов, писатель Рецкий. Так вот, его жена, психолог по образованию, получившая это образование в дореволюционной Швейцарии, в Женеве, около Пареда, в 1924 году покидает Россию вслед за мужем, семейная жизнь не сложилась, надо как-то зарабатывать на жизнь, поддерживать семью, сына и так далее, все в эмиграции, и она в 1929 году уезжает в Бразилию. И становится основателем бразильской модели поддержки детей с особенностями развития. Она становится там, в этой самой Бразилии, основателем кафедры психологии в университете Рио-де-Жанейро. Она становится там, основателем кафедры психологии в третьем по величине городе Бразилии Белу-Ризонч. Она создает там фонд своего имени с помощью государственных, муниципальных и религиозных деятелей, ну, католическая церковь, само собой, фонд, который действует сегодня уже в течение 70 лет. И в этом 29-м году, когда наши офицеры писали, что надо бежать из Бразилии или не приезжать туда, как минимум, она пишет тоже письмо, в котором написано «Образованные, знающие интеллигенты». Бразилия создана для вас. Понимаете, вопрос в чем? Да? Что в рюкзаке, который у вас на спине, вы приносите в новую страну? Если у вас колоссальные знания, если у вас опыт, если у вас есть воля и стремление добиваться, находить свой участок тождества, то, конечно, вот иммиграция в такие страны, где начинались новые образовательные реформы и так далее, она давала колоссальные возможности для самореализации и человека как личности, и ученого как специалиста. И таких примеров мы можем привести много. Тут вы параллельно отвечаете. Значит, не на мой вопрос. Кто спорит с тем, что талантливые, трудолюбивые люди в индивидуальном порядке добиваются личного успеха? Что в чужой стране, что в своей собственной. У нас тоже лодырь и пьяница не добьется успеха. А талантливый и трудолюбивый человек добьется. Уехал он, не уехал, он обречен на успех, потому что он талантлив и трудолюбив. А лодырь не добьется успеха или бездарь. Естественно, я же говорю о другом. Я могу привести тучу примеров. Марина Цветаева вспоминает, как она в Париже, когда писала поэму о ледяном походе, она не могла найти ни одного офицера, русской армии, который согласился бы ей рассказать о ледяном походе. Знаменитым, героическом. Это легенда русской добровольческой армии на юге. Почему? Она нашла одного офицера, который работал на заводе, который знал ее, и сказала, Марина Ивановна, вы знаете, у меня один свободный день суббота, чтобы с вами встретиться, но мы в субботу пьем, и я субботу на рассказ вам не буду тратить. Нормальный человек, тоже может быть не самый бездавный, не самый глупый, но так у него сложилась жизнь. Я же говорю не о том, что умная, талантливая, яркая, блестящая женщина добивалась успеха. Я говорю о том, оставили ли русские след культурный. Русские в Бразилии. Есть ли этот след? Вот это русские, русские части нашей культуры. Или даже французы, чтобы говорили русские части нашей культуры. Николай Иванович, более чем. Если бы у нас вот здесь был экран, я бы вам показала памятник этой самой русской женщине, которую бразильцы считают тринадцатым апостолом. А чтобы, ну вот видите, роял. Есть еще какая-нибудь женщина в Бразилии русская? Или мужчина? Я могу их много назвать. Вот видите. Ой. Сейчас я вам даже... Ладно уж, рояль. У нас вот был Пушкин, великий русский поэт, он был эфиоп по происхождению пацовской линии. А какая разница? Можно ли сказать, что эфиопия оставила след в русской культуре? Близорукая интеллектуалка с потрясающей прозорливостью это бразильянка из Санкт-Петербурга и конструктор детских душ, апостол женского рода, не спосланный нам из российского поднебесья. Вот как пишут современные бразильские писатели. Одна. Одна. Вот я могу примеров много принести. Это просто очень ярко. То есть, отвечая на мой вопрос, вы хотите сказать, что оставила русская эмиграция след в мировой культуре? Ну, более чем. Я думаю, что это... Отслеженный, признанный след. Абсолютно. Хорошо. И он более значительный, чем нам это даже кажется сегодня. Да, это Бог. Мне бы хотелось вам верить. Вам вопрос, Георгий Андреевич. Вы говорите... Нельзя говорить о том, что они потерпели поражение. Что они уехали лузерами, да, маргиналами, проигравшими. Но я понимаю, что это больно. Да, проиграла вся страна, я согласен. Конечно, проиграла вся страна. Но все-таки они бы тоже проиграли. Они проиграли. Ну, давайте назвать вещи своими именами. Почему? По какой причине? Мы сейчас не будем разбирать причины поражения Белого в гражданской войне. Это совершенно другая тема. Очень интересная, важная, существенная, глубокая, но другая. Но они потерпели в ней поражение. И они уехали. Снялись, как унесенные ветром в классической этой вещи, в классическом романе и фильме американском. И нету их. Уехали. Уехали. И там, так или иначе, они делали только то, что они переживали свое прошлое. Они пережевывали свое прошлое. И это была огромная трагедия. И у меня к вам вопрос о том, как они воспринимали себя в этом мире. Как они воспринимали себя не только в 20-е годы, но и в 30-е. Потому что очень яркие люди, в том числе генералитет русский, уважаемый очень. Все смельчаки, все блестящие генералы, все герои Первой мировой войны, герои гражданской войны. Люди без страха и упрека. Блистательные люди. Они болтались между ЧК и Гестапо, так или иначе. Между симпатиями к Сталину но и симпатиями к Гитлеру. Только так. Почему они не создали никакого своего позитива? Редкие из них могли удержаться на грани, как Антон Иванович Деникин. Которые не симпатизировали ни тем, ни другим. Которые оставались русскими патриотами, при этом не сочувствуя большевикам. И ни в коем случае никогда не соглашаясь так или иначе работать на гитлеровскую Германию. Таких были единицы. Но он был талантливый человек, индивидуальный очень, как личность неповторимый человек. Таких было очень мало. Как Бунин. Но большинство, я повторяю, склонялись либо в ту, либо в другую сторону. Почему не был рожден какой-то идейный, мировоззренческий позитив? Почему после войны они позволили склонить себя к возвращению? Многие из них позволили склонить себя к возвращению в Россию. Уехали сюда и здесь попались как кур в ощупь. Как кур в ощупь, абсолютно. Почему так? Потому что у них не было внутреннего стержня. Почему у них не было внутреннего стержня? Николай Николаевич, потому что задали много вопросов. Это на самом деле один вопрос. Они, в общем, некоторые довольно слабо сопрягаются. Хорошо, давайте. Я же вас провоцирую. Конечно. Первое. Вы говорите, таких было единицы. Но проблема в том, что интеллектуальная часть русской миграции, это в общем... Единицы было каких? Те, кто осмысливал, те, кто предлагал какой-то вариант, те, кто, вот как вы говорите, обладал неким внутренним идейным стержнем. Таких были единицы. Правильно вы говорите? Да. Но на самом деле интеллектуальная часть русской миграции это и есть единица. Это очень важно иметь в виду. Вот вы привели пример офицера, который работал на заводе, а по субботам ходил пить с друзьями. Вот на самом деле это вот скорее общая слость. Классика. Это вот, да, классика. А вот те, кто имели время, досуг, желание, привычку мыслить себе вот свое будущее, будущее страны, которую они покинули, будущее Европы, они некоторые свой проект имели, так или иначе. Он очень разный. В том-то и дело, что русская миграция, она не была однородной. Это ни одна партия, ни один взгляд. Они не претендовали на то, что они взгляд этот один хотя претендовали, но безнадежно в действительности. Плюс при этом отдельные центры русской миграции имели свой такой, так сказать, привкус, свои особенности, свою специфику взгляда на будущее страны. Так вот, взгляды были разные среди тех, кто этот вопрос осмысливал. И никакого тут одного взгляда быть не могло. Их позиция по отношению к будущему тоже была разная. Один из моих любимых героев, Иван Ильич Петронкевич, он до 23-го года не распаковывал чемоданы, потому что был уверен, что вот со дня на день скажут приезжать возвращаться в Россию. По-моему, до конца 20-х годов многие не распаковывали толком-то. Но это не как образ, а буквально он не распаковывал. То есть он ожил в ожидании на самом деле очень скорого возвращения. Не случайно начало 20-х годов это бурное обсуждение так называемой новой тактики Милюкова. То есть новой тактики борьбы с советской властью. Там с учетом специфики происшедших в стране изменений. Потому что они верят в свои собственные перспективы. Вот когда эта вера постепенно истончается... Может быть не верили, а хотели верить просто? Во что им было еще верить? Вопрос уже о такой психологии, политической психологии. Но если вы очень хотите верить, вы часто и верите. Но дело в другом. Дело в том, что даже тогда, когда вот эта вера она истончается, есть желание спрогнозировать что-то нечто на будущее. На самом деле русская эмиграция до времени дает очень много ярких мыслителей, которые дали в общем свой прогноз на перспективу. И надо сказать, что несмотря на то, что наверное вот в хрометраже их прогноз не оправдался, но по сути дела выводы их, они в общем так или иначе мы их увидели потом в последствии в 80-е годы, в 90-е годы. Я имею, скажем, работы Георгия Петровича Федотова, Федора Августовича Степуна, где они рассказывают на самом деле механизм перерождения Советского Союза. Что дальше, по их мнению, может вырасти из этого? Каковы перспективы существования Советского Союза как единого государства? У Георгия Петровича Федотова на сей счет много можно интересно найти. Ну, блестящий мыслительный, надо сказать, что Троцкий, не будучи эмигрантом первой волны, давал... А Троцкий был эмигрантом... Троцкий был эмигрантом предыдущей войны. Да, он давал не менее талантливые прогнозы. Кроме того, Троцкий потом все равно окажется эмигрантом. Он был эмигрантом первой и третьей. Но, тем не менее, вот все это, все эмигрантские споры, так или иначе. Они были очень разными, на самом деле. Роская эмиграция, тут ожидать какого-то одного в Вене нет, одного взгляда быть не может, но на самом деле вот эта дискуссия, вот эта острая дискуссия этого времени, это то, что как раз является спецификой русской культуры XIX века. То, что вот было вывезено в итоге, экспортировано Я, может быть, несколько уточню свой вопрос. Считаете ли вы, что было создано за рубежом этими ярчайшими людьми, которые уехали в результате революции и гражданской войны, была создана некая, ну, если угодно, интеллектуальная цивилизация? Они способны были на это ментально, по количеству и качеству талантов были способны на это? Создали они ее? Или нет? Или они в основном, или они бродили, бродили вокруг так или иначе советской границы, мечтая кто-то вернуться другом, кто-то завоевать, обратно вернуться на, 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 вместе с конницей врагов или там с танковыми дивизиями. Но все это было вокруг возвращения, так или иначе. А своего не создали. Далеко не всегда, это раз. Во-вторых, я считаю, что да, наверное, создали, но создали очень своеобразно, с учетом, во-первых, того, что они были вписаны в меняющийся, очень сложный, конфликтный европейский контекст, когда им приходится менять место жительства регулярно, представляя себе, как вот меняется картина Европы в 20-30 год, мы прекрасно видим. Безусловный центр русской эмиграции там на самом начале вот этой первой волны, условной первой волны Берлин. Потом ситуация в Германии меняется, причем я имею в виду даже не 33-й год, а 25-й в связи с экономическими изменениями в Германии, стабилизацией марки, а следующее удорожанием жизни, и волна уезжает из Германии. И уже к концу 20-х годов едва ли там более 90 тысяч проживает в Германии. А потом приходит Гитлер и еще меньше, раза два. То есть это очень сложная социальная стратегия, не только если имея в виду их прошлое, но имея в виду их настоящее и непредсказуемое будущее. И в этих обстоятельствах они вот мучительные обстоятельства выстраивают свою такую интеллектуальную стратегию. Но речь, повторяю, еще идет об очень ограниченной группе лиц. И, конечно же, это затухающая волна в том смысле, что она с неизбежностью должна закончиться, потому что при всех стараниях русской миграции продолжать культурную традицию, все равно сила обстоятельств, она имеет очевидное ограничение. Вот в этой связи, кстати, это как раз я привязываюсь к этому окончанию, потому что я думал задать этот вопрос вам, Марина Юрьевна. Вот есть такие этносы, там народы, древние народы, которые в диаспоре, в эмиграции не теряют своей культурной идентичности, языковой, культурной. Китайцы, евреи, армяне, которые на протяжении тысячелетий существования часто в диаспоре, часто в абсолютно агрессивной, враждебной среде, они сохранили свою идентичность, религиозную идентичность. В том числе. К русским это не относится. Так это или не так? Ну, как, наверное, вы уже поняли, Николай Карлович, я все-таки... Я имею в виду русских не по крови, а по культуре. Я против вот этих крайностей. По культуре. Или потеряли, или законсервировали и живут, так сказать, секты где-то там в лесу, в городе, где-то еще. Это все вот между белым и красным, вот это вот пространство, вот эта жизнь, а не в этих крайностях. Я должна ведь вам напомнить, то есть вы это знаете даже лучше меня, да, вот мы сегодня говорим о первой волне иммиграции, а между прочим, то, что... Кирилл Андреевич меня, может быть, и поправит, да, а вот между прочим, то, что происходило в советской России после гражданской войны, даже после 17-го года, ведь это все тоже в значительной степени было сделано руками иммигрантов. Мы как-то выкинули вообще сегодня из распотрения, из разговора, из учебников даже, да, вот эту самую русскую революционную иммиграцию, которая до 17-го года очень энергично жила, училась, строилась в Европе и на других континентах. А потом, именно в 17-м году, когда пришла огромная волна вот этих бывших русских иммигрантов, они заняли с европейским образованием, с европейскими практиками и исследований, и общения, они заняли ведущие позиции во многих советских наркоматах, начиная от наркомов, самая яркая Симашка, Илуначарский. И кончая в 37-м году. Это уже в 37-м, да, но они вернулись в Россию, они заняли ведущие позиции во многих институтах общества и очень долго им рулили. Это тоже очень важный поток, который вообще почему-то сейчас не рассматривается. Но они вернулись. И в исторической перспективе, ну, слушайте, я вам скажу, вернулись. Вот мы говорим, что после гражданской войны примерно миллион покинул Россию. А уже в 21-м году 120 тысяч вернулись. Представляете, 10% через год уже вернулись. Вот Иван Ильич Петрункевич, которого я нежно люблю, поскольку, да, он, так сказать, можно сказать, крестный отец Владимира Ивановича Вернацкого, да, вот, жил в чемоданном настроении. А другие иммигранты другого возраста и немножко другого уровня рефлексии по поводу того, что произошло, они уже сразу в 20-м, в 21-м году приехав в Болгарию, приехав в Югославию, тогда это называлось королевство сербов, хорватов и славянцев, да, от других стран. Первое, что они начинали строить, помимо церкви, они начинали строить гимназии. Причем гимназии, в которых обучение шло с одной стороны по программам русских дореволюционных гимназий, но одновременно ученики наравне с сохранением русского языка учили язык страны их принявшей. Это с одной стороны правильно, с другой стороны Марина Юрьевна, я не знаю, у меня много друзей, знакомых среди иммигрантов этой волны, я не знаю никого из представителей третьего их поколения кто бы говорил по-русски как на родном. А вот здесь, знаете, еще есть одна, на мой взгляд, ошибка или непонимание, меня за это страшно ругает, но я не считаю, что русский язык это главная формирующая доминанта русской культурной идентичности. что же доминанта культуры как язык? А я вам скажу, я знаю сколько угодно русских эмигрантов третьего поколения, которые живут сегодня по всему миру, которые не знают русского языка, но которые считают себя русскими и не просто считают, они даже в анкетах это пишут, да, там, на получение в чем их русскость, кроме того, что они себя таковыми считают? Они считают их русскость в их культуре, они сохраняют в своих семьях в третьем, в четвертом поколении русские имена. Вот только что мы открывали музей русского зарубежья, и там, как всегда, одним из моторов была семья Гавриловых из Аргентины. Видите, я вот только сейчас поняла, я так хожу с их значком, который они мне привинтили с аргентинским флагом. Никто из них не говорит по-русски, это, между прочим, представители очень известной военно-морской династии Пилкиных. Вот этими самыми именами их прадедов названы и, как это, сейчас скажу, ну не озеро, а вот заливы. В общем, если мы посмотрим на карту России и на ее водные пространства, мы увидим эти имена. Так вот, никто из этих людей, до сих пор сохраняющих фамилию Гаврилов, не говорит по-русски, но они все сохраняют русские имена. Первый сын всегда Иван. Они сохраняют фантастический совершенно интерес и любовь к России, и это, между прочим, тоже важная черта их русской идентичности. Но самое главное, мне кажется, что наряду с языком, я не отрицаю язык, это важно, но наряду с языком вот эту русскость и русскую культурную идентичность еще формирует, если хотите, то, что пафосно называется общеисторической памятью. Вот если папа с мамой воспитывают так своих детей, что они знают, кто они, откуда пришли, где их место на карте, где их место в социальной жизни, вот тогда это прорастает сквозь поколения. Они могут не говорить по-русски, но они все равно считают себя русскими. И, между прочим, это вот одна из причин, почему все наши бюрократические эти самые организации, там, руссотрудничество и прочее, прочее, которые тратят миллионы на поддержание русского языка, вбухивают их совсем не туда, куда нужно. С этим я согласен. Дорогие друзья, передаю вам микрофон, задавайте вопросы. Вопросы, реплика. Я надеюсь, мне предоставится такую возможность. Очень короткую. Когда люди уезжали в 20-е из России, здесь, в России, это фиксировалось или нет? Если фиксировалось, в каком архиве это хранится? Было бы интересно услышать того. Ну да, конечно, фиксировалось в Государственном архиве Российской Федерации, обладатель интернированного в 45-м году знаменитого русского заграничного исторического архива, то есть иммигранты, которые уезжали. Они уезжали, это надо понимать, очень организованно. Это не то вот бегство, которое нам любят показывать в кино. На самом деле, в 90% случаев это был очень организованный процесс с фиксацией на карточках эвакуации. В дальнейшем эти карточки переходили еще в целый ряд бюрократических процедур, и возникали карточки выдачи пособий на детей, на жену, на питание и так далее. Все это сохранилось. Сегодня это все в абсолютной доступности. И если вы пойдете просто на сайт Государственного архива Российской Федерации, там есть сейчас блестящая система поиска, и занесете туда имя того человека, который вас интересует из иммиграции, почти наверняка с очень большой вероятностью вы сразу получите шифры и указания на вот эти карты иммиграции. В самом архиве, разумеется, документов значительно больше, русская иммиграция очень заботилась о своей памяти, они собирали в течение десятилетия архивы, они очень аккуратно их хранили, все есть, поэтому можно по картотекам еще найти дополнительную информацию. Никто просто так не пропадает, надо только поискать. Я немножко внесу такой диссонанс, потому что тут проблема в чем, что иммиграция была разная, можно было оказаться в иммиграции, вообще никуда не уезжая, потому что просто-напросто изменились границы страны. Была Польша, Прибалтика, то есть на самом деле очень много русских, русскоязычных, в том числе и в новом польском государстве, тоже на самом деле часть иммиграции. С Фринляндием еще сложнее. Плюс при этом, о чем уже мы говорили уже, это совсем как будто другая история, она славится на другую. Вот по сведениям демографов, к 1917 году, то есть еще до распада империи, до выделения новых государств, за пределами страны более миллиона человек себя называли русскими, проживали соответственно вне империи. Они тоже соответственно оказались вне уже новой страны. Они тоже становятся частью большой диаспоры. Да, они не принадлежат формально к этой волне иммиграции, но тем не менее составляют одну такую культурную общность. Хотя бы именно в этот миллион входят и те 400 тысяч, которые проживают в Манчжурии, например. Спасибо. Ну и реплика. Я представлюсь. Мария Ерохова, факультет права Шаненке. Был вопрос, что произошло с российской профессурой. У вас была реплика, что остались. Ну, в юридической науке это не так, я полностью согласна с Кириллом Андреевичем. Юридическая наука вся уехала. Притом вы назвали только международников, но нет, уехали цивилисты. Самая главная область в юриспруденции это гражданское право, это про имущество, про частную собственность, так уехали все. Здесь осталось буквально 2-3 человека, которые потом попали под репрессией. Поэтому Ивышинского здесь, конечно, совершенно нельзя называть, ничего он не создал, это не юриспруденция. И сейчас хороший преподаватель гражданского права, он занимается со студентами по учебникам дореволюционным и европейским. У нас очень жалкое состояние именно в юридической науке, и это результат вот этой эмиграции. Спасибо. Ну, хорошо, так не получится сейчас. Нет-нет, я про язык хочу сказать, это просто интересный вопрос. А вы часто употребляли миф раза три эмиграции. Мой вопрос, а что не миф? Во-первых, что миф, что не миф? А насчет реплики короткой, потому что этот вопрос вы не затронули, поскольку я по базовому образованию филолог-словист, так словисты дали ответ. Почему потеряли язык? Значит, соотношение полов было 10 к 1, на 10 мужчин одна женщина, и мужчины женились на местных женщинах. А в принципе, вот мы по-русски говорим родной язык, а даже по-английски это mother language, то есть женщина дает свой язык детям. И есть великолепные исторические доказательства этому, это сохранение чешского языка в позднем средневековье, когда мужчины все работали в городах, и все говорили только по-немецки, женщины не работали вообще и говорили только по-чешски, и таким образом сохранился язык. Поэтому это вопрос такой очень интересный, но вот я думаю, что это истинный ответ на него. Вот соотношение один к десяти. И вот те книги, которые читали о русской эмиграции, они тоже это доказывают, что не было женщин, они искали женщин, и в конце концов они жили на местных, или это субботние дни с водкой были. Спасибо. Какие у вас грустные все-таки представления о русской эмиграции. Знаете, вот для меня история русской эмиграции межвоенного периода, это вообще говоря, история успеха, потому что, ну да, пили, ну и в советской России пили, и сейчас пьем, ну и что, собственно говоря, это меняет. Но огромное количество людей, да, они находили себя в новых странах, они искали эти страны, они искали новые профессии, они искали новые семьи, и далеко не все спивались, я бы сказала, что спивалось как раз не интеллектуальное меньшинство. Что касается интеллигенции, то она прекрасно устраивалась во всех странах, начиная, так сказать, там вот от Китая, от Шанхая и кончая Латинской Америкой. Здесь совершенно нет никакой проблемы. Даже в Югославии не очень спивались, и женщин было достаточно, вспомните, в ту же Югославию туда были эвакуированы прямо целые девичьи институты, Мне нравится формула, даже в Югославии не очень спивались. Да, а потому что это вообще-то к вопросу о мифах, да, вот, потому что иногда лучше иметь более жесткое сопротивление среды, которое помогает устоять, чем если ты, так сказать, в объятиях братушек, вот, гонишь там самогончик или еще что-нибудь, сидишь и, значит, плачешь, смотришь на березки. Ну да, это все такие разговоры, но вы абсолютно правы, и современные, так сказать, ну мы просто сегодня знаем, что если в семье мама русская, то она передаст язык. Это вот стопроцентно, да, здравствуют русские женщины, которые передают эту культурную идентичность в своих семьях. На что ты не ответишь? А! Ну вот смотрите, простая такая вещь, да, значит, эмигрантский миф, это первое, мы не беженцы, мы эмигранты, мы сами выбрали свою долю, это я почти дословно цитирую Бунина, да, пункт первый, пункт второй, что эмиграция была такой интеллектуально-интеллигентской, вот это вот профессора, да, это тоже полная ерунда. Вот, наконец, очень интересная вещь связана, опять же, с тем, чтобы посчитать. Вот смотрите, мы привыкли считать, привыкли думать, это часть эмигрантского мифа, который как бы зафиксирован, да, вот так в кино, в коллективной, в семейной памяти, как из Крыма, значит, вот эти корабли уходят, а на самом деле было все не так. Из Крыма ушло, как известно, всего 140 тысяч человек, ну, это прежде всего Врангелевская армия со своим обозом. Основное направление эмиграции в конце гражданской войны, основное направление эмиграции шло через Польшу. Вот там ушло почти 600 тысяч человек, но мы об этом почти ничего не знаем, потому что, ну, мы читаем Булгакову, мы смотрим там бег, вот эти вещи. А основной поток был совершенно в другом месте. То есть, я просто хочу сказать, что наша великая русская эмиграция, она действительно создала совершенно фантастическое самоописание. И мы живем, я же не говорю о том, что оно плохое или хорошее, да, никаких оценочных суждений, но она его создала, она рассказала об этом, о себе, вот так, как она рассказала. Она рассказала о том, что была создана, возвращаясь к теме нашего разговора, да, зарубежная Россия или Россия-2. Я вот этого не вижу, чтобы она была создана, да, некоторые институты существовали, ну, 10-12 лет, потом быстро как бы исчезли. Ну, это вопрос, так сказать, полемики. Я просто еще раз подчеркиваю, на мой взгляд, я думаю, что и Кирилл Андреевич здесь согласится, даже Николай Карлович согласится в том, что мы пока очень плохо знаем даже эту первую волну, без гнева и пристрастия. Мы плохо понимаем ее социальную структуру, демографическую и так далее. Мы живем в плену вот того эго-рассказа, который сформировала о себе эта первая волна. А нам бы надо отойти в сторону и посмотреть, а как оно было на самом деле. Правда, это сейчас не очень модно. Спасибо. Знаете, вот слышно, да, то, что такая вот эго-рассказ существует, это свидетельство, и то, что существует то, что, в общем, вы вполне обоснованно называете мифами, свидетельствует как раз о наличии России-2. Потому что культура – это совокупность мифов. Если мы в них до сих пор верим, или, по крайней мере, кто-то в них верит, то значит, на самом деле, вот этот рассказ, он состоялся. Он, конечно, ограничен во времени вполне по естественным причинам. У меня действительно озадачивает вопрос, у меня нет на него ответа. Почему эта вот волна оказалась сравнительно короткой? Я вот не знаю, вот вы это объясняете действительно тем, что в основном были мужчины, женщин было недостаточно. Но ведь была действительно сделана ставка на продолжение традиции. Было создано более 60 школ, где специально учили русскому языку. Были созданы народные университеты, где тоже образование шло на русском языке. Праздник основной, такой праздник русской культуры, 6 июня, то есть пушкинский день, совершенно не случайно. День русского языка, по большому счету. А тем не менее, вот эта традиция оказалась пресеченной. И вот мы можем проследить на судьбах разных семей русской миграции, как вот в первом поколении, конечно же, говорят на русском, во втором уже существенно хуже, а в третьем не говорят вовсе. Вот там вот семья, например, Столыпинах. Аркадий Петрович, естественно, говорил на русском, это его родной. Дмитрий Аркадьевич уже с большими трудностями, там не все было просто. А внуки Аркадьевича, правнуки Петра Столыпина, это уже французские художники, они по-русски не говорят. То есть там вот один сын, он занимается живописью на стене, граффити. Он совершенно французский гражданин. Конечно, помнится о своих традициях, о своей семье, но на самом деле язык ему не передался. Почему так получается, я не знаю. Спасибо. Два вопроса. Первый, вот вы, Марина, говорили о том, что та ранняя, скажем, волна эмиграции, эмиграция до Первой мировой военной волны совершенно отсутствует в массовом представлении об эмиграции и придавлено мифом послереволюционной эмиграции. Какой, если, вам тоже вопрос, есть ли какой-то образ или символ, который мог бы ввести, энергетически выразить вот эту очень богатую интересную историю и ввести ее как-то в массовое сознание. Мне лично, кроме Ленина в Цюрихе, ничего в голову не приходит, но Ленин в Цюрихе это персонаж анекдота. И второй вопрос. Как на самом деле распределялись и формировались политические взгляды постреволюционных эмигрантов из России в Европу и в США, и включая США? В частности, на самом деле сколь сильны были симпатии к фашизму, к нацизму, к сталинизму среди них? Насколько они зависели от изменения общеполитической ситуации в Европе? Понятно, что зависели, но каким именно образом? Спасибо. У меня две ремарки. Первое, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прочитать лекцию. Поэтому здесь возможности коротко отвечайте. Второе, в отношении Ленина в Цюрихе, я здесь с вами просто поспорю, это не анекдот. Если вы действительно читали этот фрагмент «Красного колеса» Солженицына, совершенно блистательный, короткий, он совершенно не анекдотичен, но он очень драматичен, на мой взгляд. Но это мое мнение. Я коротко постараюсь ответить на ваш первый вопрос, потому что он на самом деле действительно очень интересный и меня даже очень волнует. Знаете, легко заметить, что русская, советская, классическая, вообще настоящая литература, это своего рода наша вторая параллельная память. И наше государство может сколько угодно нам не рассказывать о том, что происходило в годы, скажем, Второй мировой войны, но советский кинематограф, параллельный, вот, до конца 50-х, начала 60-х годов и даже 70-х, он все сказал, что нужно знать каждому человеку. А вот в случае с послеоктябрьской эмиграцией, вот здесь интересная история. Нет, вот если там гражданская война это тихий дом, да, или доктор Живага, а вот об этой самой первой волне постреволюционной эмиграции не создано такого эпического художественного произведения, которое было, дало возможность включить общественное сознание, в осознание, да, того, что произошло. Вот этого нет. И это, между прочим, для меня тоже показатель того, что катастрофичность мы несколько преувеличиваем, мне так кажется, Николай Карлович. Ну, кто, кроме нас с вами, знает, кто такой Алданов? Понимаете, я говорю, на уровне эпического произведения, вот как тихий дон, да, или доктор Живага, такого уровня. Конечно, мы вспомним Толстого, эмигранта, мы много чего вспомним, но это мы вспомним. А вот на уровне обывателя, нормального читателя, который не будет читать вот наши монографии, а вот если он захочет узнать что-то о гражданской войне, он все-таки возьмет тихий дон, как ни крути, да, наверное. Вот такого произведения нет. А вот про этот самый символ, не знаю, я подумаю, я так сходу не могу. Вот, потому что там сложная история с этими почти пятью миллионами, там разные потоки. В общем, интересный вопрос, спасибо большое, это я, так сказать, попробую еще осмыслить. А вот про политику это вы давайте, Кирилл Андреевич, отвечайте за политику. Я попробую. Я за числа. Я попробую. Но, как, в общем, правильно сказал Николай Калыч, на эту тему можно говорить очень долго, потому что тут разные есть траектории, разных взглядов. Но, если попытаться обобщить, я бы сформулировал так. Представители русско-общественной мысли пережили стресс русской революции настолько, что в большинстве случаев вынуждены были подвергнуть все то, чему верили, очень серьезной ревизии. Редко кто остался на месте, строго стоял на том, на чем стоял до 1917 года. И тут есть поразительные на самом деле такие развороты. Ну, например, Павел Николаевич Милюков был убежден, что вот главная ошибка, которая была сделана в том числе в 1917 году, то, что, условно, давайте скажем, руководимая им партия, тут насколько руководимая большой вопрос, ну, не будем вдаваться сейчас, руководимая им партия оказалась чересчур правой. Надо было сильно смещаться влево, надо было искать контакты с крестьянством, надо было сближаться с сербскими, с кругами в большей степени, чем это случилось. И на самом деле на это будет нацелен его так называемый новый курс, новая тактика. Но большинство представителей руководства партии кадетов полагали, что как раз все прямо наоборот. И что главная их проблема заключалась в том, что они казались чересчур левыми. Они казались не готовыми разорвать отношения с социалистами, которые и были по большому счету виновниками прихода большевиков к власти. То есть вот ответ на один вопрос внутри одного круга людей, конечно, неоднородного, тем близкого по взглядам, был прямо, диаметрально противоположным. Уже упоминали сегодня я и Марина Юрьевна и Петрункевич Иван Ильича. Это человек таких глубоко, исключительно гуманистических взглядов на политику, на социальные отношения. Вот он в 20-е годы призывает, ну, конечно, его никто не слышит, но тем, призывает европейские правительства давить рабочее движение. Потому что полагает, что оно крайне опасно. Вот его не задавили в России, и это привело к 17-му году. Поэтому сейчас нужно бить в набат. И он, в общем, говорит, вопреки всему тому, что он говорил вот в России до революции. Потому что тогда-то он представлял центр, и даже, может быть, чуть ближе к левому крылу партии кадетов. Он-то выступал как раз с идеей социального мира, а вот теперь на самом деле он занимает совершенно другой. он считает себя вот наученным этим опытом. По-разному, конечно, воспринимаются европейские реалии. Но по-разному воспринимаются европейские реалии, потому что они еще не вполне понимают. Они не очень осознают, что происходит и в советской России. Поэтому на сей счет много есть разных фантазий, предсказаний, не всегда сбывавшихся, и которые вообще теоретически могли сбыться. Но они очень не всегда представляли, что происходит в Западной Европе. По-разному интерпретировали происходящее. Этим, например, связаны очень часто встречающиеся симпатии к Муссолини, итальянскому фашизму, в том числе в эмигрантской среде. Вот, скажем, для Павла Павловича Муратова это будет очень свойственно. Напишут целую череду статей, где будут доказывать, как замечательный итальянский фашизм. То есть, на самом деле, с одной стороны, конечно, русская эмиграция неоднородна, но с другой стороны, ее сближает вот это главное. Во-первых, она находится в состоянии большого стресса в прошлом и большого стресса в настоящем, который ведь не заканчивается. И нужно постоянно меняться, потому что время, историческое время Европы 20-30-х годов это вот совершенно бурлящее, будоражащее время, где на самом деле сложно было ориентироваться и тем, кто жил на родной земле. Ну, скажем, немцу в Германии или итальянцу в Италии, французу во Франции. А тем более, это касается представителей диаспоры, который вынужден был в скором и недавнем прошлом покидать свою страну. Дорогие друзья, два вопроса по возможности коротких, и я действительно жду коротких ответов. Как ведущий бывшей книжной радиопередачи, мне хочется спросить, какая книга о русской эмиграции, по-вашему, последние 10 лет, изданная публицистического или научно-публицистического плана, является самой крупной? И как бы изнанка этого вопроса, какая книга важная о русской эмиграции, ее представители еще не написано? Если бы вам дали, скажем, грант пожить в каком-нибудь особнячке в Швейцарии год и написать такую книгу, какая бы книга это была? Понятно, да. Значит, очень коротко, я считаю, что лучшая книга по истории русской эмиграции за последние 10 лет, это, конечно, книга Катрин Гусев «Русская эмиграция во Франции». А внучка эмигрантов она, собственно, и начинает, это издательство НЛО, Катрин Гусев очень известный французский историк, вот, и, собственно говоря, книга с одной стороны лирическая, потому что она и начинает ее со слов о том, что я пытаюсь осмыслить и освободиться от тех мифов и легенд, которые мне передавала моя семья. Но освободиться не в смысле, да, выбросить, а отрефлексировать их. То есть эта книга, с одной стороны, она написана уже не эмигранткой, но, как это там, голос крови, да, он в ней, так сказать, вполне говорит, и поэтому книжка такая элегическая, даже лирическая, и в то же время это жесточайшая, точнейшая научная монография построена на изучении огромного количества серьезных источников, серьезной статистики, и когда ее читаешь, много что понимаешь. Она небольшая, всем очень советую. Катрин Гусев, русская эмиграция во Франции. По-моему, 2010 год издания, да? Такая не написана. А, ну история русской эмиграции не написана, понимаете? Это понятно, потому что мы, я повторяю, мы не отрефлексировали, мы даже пока не создали терминологического аппарата, понимаете? А ведь мы же все с вами знаем, как зависит анализ от языка описания, который мы выбираем. Такого языка еще нет. Мы пока вот там, внутри этого мифа находимся. Делаем первые шаги. Книга Гусев хороша, но я предлагаю другой путь. Вот одним замечательным коллегой Олегом Витальевичем Будницким подготовлена серия книг. Это переписка Василия Алексеевича Маклакова с разными героями. С Пахметьевым, Шульгиным, Салдановым. Это в сущности хроника, жизни, ну, такой французского, конечно, сегмента, в огромной степени, русской эмиграции с 19-го года и вплоть до начала 50-х годов. Помимо того, что сам Маклаков, его корреспонденты, они были блестящими стилистами, они многое отдавали тому, чтобы писать письма, и делали это на самом деле замечательно. Этот текст опера очень информативный. Это, с вами, хроника жизни. Причем не только эмиграции. Отчасти Советского Союза, в какой степени они его представляли и знали. Отчасти, и даже в большей степени, конечно, тех стран, в которых они жили. Но еще интереснее другое. Маклаков был очень свободный человек. Очень мыслящий, я бы сказал, не догматично, не канонично. И в силу этого он видит то, что многие его современники никак не могли констатировать и рассмотреть. И на мой взгляд, учитывая то, что такой вот книги большой по русской миграции пока еще нет, не написано, мне кажется, что правильнее смотреть туда, в сторону такого рода текстов. Они, может быть, больше дадут, чем какая-нибудь даже очень хорошая монография. Спасибо, Алексей Наумов. У меня вопрос такой, но сейчас предыстория, может быть, короткая совсем. Хорошо. Но мне кажется, главный здесь тон, модус разговора об иммиграции должен быть как разговор о катастрофе. Это звучало здесь, потому что действительно катастрофа и на уровне отдельного человека произошла и на уровне разрушения практик института в общество колоссальное, которое мы не преодолели. И в связи с этим вопрос мой такой. Вот вы упомянули Столыпина Петра Аркадьевича, его потомков. Вот есть у него правнук такой, который прекрасно знает русский язык, он ныне здравствующий, его зовут Николай Владимирович Случевский, он сглавляет фонд Столыпина, да, и он пытается в России что-то сделать доброе для общества, для человека, какие-то такие проекты, как-то продолжить даже дело своего предка. Вот какие подобные проекты, может быть, или инициативы вы знаете, и как вы считаете, насколько это важно и для нас, и для них, может быть? Спасибо. Ну да, наверное, я тогда отвечу, но вот мы как бы возвращаемся по кругу как раз к вот этой дате 28 мая, открытие музея русского зарубежья. Собственно говоря, представители всех волн русской эмиграции приняли самое активное участие в создании и этого музея, и архивных фондов дома русского зарубежья. Дом русского зарубежья, его архив не покупают вообще никаких бумаг, это дарение, дарение, потому что это то, что хочет сама эмиграция передать. Проектов, которые вы поддерживали и разве... Ну, конечно, мы вспомним Никиту Алексеевича Струва, да, и всю семью Струва, собственно говоря, Дом русского зарубежья, благодаря его инициативе и возник, да, как в 95-м году, как, в общем, еще негосударственное учреждение. А на самом деле вот таких бы инициатив побольше, их не так много. Вы помните, чем закончился, наверное, в 91-м году первый конгресс соотечественников, который как раз пришелся на 19-е, 21-е августа и произвел, надо сказать, на многих огромное впечатление. Мы сотрудничаем с представителями всех волн эмиграции, со всеми, кто хочет с нами сотрудничать. Но, как вам сказать, многие стоят до сих пор на позиции, что Россия должна извиниться, должна признать свою вину, да, и так далее. Но вот музей, а он большой, четырехэтажный, да, новое здание на Таганке, это своего рода вот такое извинение России перед теми, кто вынужден был ее покинуть с 17-го по 21-е и в последующие годы. Инициатив, которые бы поддерживали другие направления, не так много. Разговоров много, практических дел мало. Прошу прощения. Спасибо большое за упоминание Маклакова в связи с историей русской эмиграции. Я хочу прокомментировать то, что когда закончилась эмиграция. Эмиграция как система, как сообщество заканчивается тогда, когда разрываются социальные связи внутри этой системы и умирают носители. Если мы возьмем кейс Германии, берлинской эмиграции, которая уехала потом во Францию, а потом в Америку, они продолжали дело социальной солидарности до 65-го года. Уникальный подвиг этих людей до сих пор не получил, к сожалению, Марина Юрьевна знает, я докладывала об этом на конференции в Центре русского зарубежья, до сих пор не получил своего звучания в обществе. То наследие, которое они оставили, это тысячи спасенных, судеб, накормленных людей, детей и так далее. И более того, самый главный их вклад в развитие того, вот вы говорили, Николай Карлович, о том, что они думали о прошлом. Это, конечно, была провокация. Они думали о настоящем и еще больше о будущем, о нашем сегодняшнем будущем, потому что сами понятия displaced person и само понятие беженец были этаблированы русскими беженцами, русскими эмигрантами, представителями той первой волны. В этой связи мостик Маклакову и другим личностям, среди которых адвокат Алексей Гальденвейзер, судебный исследователь Яков Львович Тейтель и многие другие. Прежде всего, конечно, Яков Рубинштейн, представитель русской эмиграции в Париже и при Лиге наций. Мы отмечаем столетие Лиги наций. Уникальное сообщество, которое дало развитие современному взаимодействию многих стран. Вклад русских эмигрантов, формирование термина и статуса политический беженец, исторический, именно благодаря их консолидированным действиям, в общем-то, и сформировался нансеновский паспорт и благодаря этому паспорту удалось спастись многим и очень многим из нацистской Германии и из Франции, конечно, и, вероятно, из других стран, которые вступили в Лигу наций до начала войны. В этой связи почему так мало об этом говорится? Планируется ли какая-то конференция? И что вообще, собственно говоря, как это сделать так, чтобы люди об этом узнали? Потому что, я не знаю, гордость ли этой страны, но это, безусловно, часть нашей культуры и нашей памяти, очень трагической истории. Спасибо. Нет, ну, ответ-то простой. Добрый день, я рада вас видеть. Да, ответ простой. Мы всех приглашаем к сотрудничеству. Пожалуйста, Таганка, есть прекрасный сайт, есть много сайтов. Я сама, вот у меня три сайта по истории русской эмиграции, да, вот меня особенно, например, интересует, там, как вы, наверное, поняли, Югославия, да, пожалуйста, сайт «Русская Сербия», который представляет вся базу данных, а только что запустили. но прелесть в том, что в том же музее русской эмиграции, скажем, сейчас создается как раз база данных по истории русской эмиграции, и каждый человек, который приходит в музей, может не только поискать своего родственника, но может на формуляре занести сведения о своих родственниках, таким образом, пополняя, например, эту базу данных. Но то, что у нас конференции, семинары и прочее, это просто, это наша жизнь постоянно. Значит, вот смотрите, ну что, анонсы прям давать, да? Ну, хорошо, давайте, нет, я... Народ требует анонсов. Да, да, но народ просит ответить за все. Вот, значит, смотрите, в сентябре у нас будет очень интересная... Очень коротко только. Да, 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 будет очень интересная выставка, посвященная русскому комиксу, Югославии, в начале октября международная научная конференция «Научные миры русского зарубежья», в ноябре просто турецкая неделя, да, турецкая в том смысле, что посвященная истории русской эмиграции в Турции. Но это я вам назвала только вот три проекта, которые я лично веду, да, а на самом деле их значительно больше. Приходите, ну вот, мое имя вы знаете, наберете в Яндексе, сразу в первой строке увидите, и это самое. Пишите, звоните, я буду только рада. Дорогие друзья, ну, то, что вот сегодня мы с огромным интересом лично я слушали, это нельзя назвать дискуссией, конечно, это скорее такая лекция на двоих разложенная, вот, но тем не менее формат предполагает еще последнее слово. Три минуты, пожалуйста, уже с учетом того, что было сказано, как бы вы сформулировали результат сегодняшнего собеседования. Три минут каждому. Прошу. Кирилл Ильич, вы теперь начинаете. Хорошо. Честно говоря, когда я приходил на сегодняшнее мероприятие, я вот не очень понимал, во что оно выльется. Я же с сих пор не очень понял. Потому что, честно говоря, мне не казалось, о чем дискутировать, казалось бы, все сравнительно очевидно. И надо искусственно заострять какие-то проблемы, а вместе с тем, мне кажется, что дискуссия состоялась. И о чем это говорит? О том, что мы интересуемся тем, что представляла собой русская эмиграция, но пока недалеко не все, а может быть, даже и совсем не все знаем на сей счет. К сожалению, если вот говорить о современном студенчестве, оно не очень интересуется проблематика русского зарубежья. Есть свои приоритеты у современных студентов, не буду говорить, какие. В общем, довольно очевидны. Но вот мне кажется, что это напрасно. Напрасно, потому что здесь и много сюжетов действительно неизученных, а главное, вот проблематика русской эмиграции позволяет вот как вот найти такое стеклышко, через которое видны совершенно неожиданные проблемы, как до революционной России, по революционной России и на самом деле западной Европы. Вот мы всегда хотим найти какой-то такой сюжет, где смыкалось бы все сразу. Вот русская эмиграция, это как раз, на мой взгляд, такой сюжет, тем она интересна. Так что будем надеяться, что, может быть, Марина Юрьевна, может, еще кто-то, может, кто-то здесь, сидящий, все-таки напишет такую книгу о русской эмиграции, на отсутствие которых некоторые так вот сегодня печалились. Ну, я совершенно согласна с Кириллом Андреевичем в том, что вот мы говорим историю русской эмиграции, на самом деле это вообще история нашего сегодняшнего дня. На наших глазах слово эмиграция потеряло буквочку «э», превратилось в эмиграции, в мигрант стали. Это сегодня современное состояние мира. И хотя мы спорим там по поводу каких-то исторических проблем, но это тот редкий случай, я-то вот терпеть не могу проецировать исторические сюжеты на современную жизнь, но это тот случай, когда, мне кажется, такие проекции дают очень позитивные результаты, и мне остается только всех вас еще раз пригласить к сотрудничеству, к обсуждению. Чем больше мы будем обсуждать эти проблемы, тем, наверное, мы будем быстрее приближаться вот к той книге, о которой говорили и которой даже еще не видно. Спасибо вам за внимание и за вопрос. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Русская эмиграция первой после революционной волны. И сегодня вы слушали Марину Сорокину и Кирилла Соловьева. Спасибо. 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 Спасибо.